Любовь Абрамова крутится перед зеркалом, переживает. В идеальном порядке должна быть каждая деталь ее наряда Снежной Королевы. Вспоминает, в этом свадебном платье она выходила замуж 18 лет назад, а оно до сих пор дарит ей ощущение радости и счастья. И вот уже третий сезон, скажем так, я в этом платье принимаю участие именно у детей в онкологии. Что-то дополняю, что-то убираю, ну в смысле в самом костюме. В этот раз я другой дождь дополнил, снежинки собственного приготовления. Ну кто-то же должен быть мамой этого корабля. Балла. Снежная Королева не забывает и о главном старом кудеснике, в привычной роли которого выступает Александр Иванов. Любовь аккуратно поправляет ему волшебную бороду и нарядную шапку. Дети должны быть уверены, он настоящий. На глазах из обычного водителя Александр превращается в доброго волшебника. С посохом в руках осматривает свой автомобиль. Время запрягать технику и объезжать пробки. И все для того, чтобы увидеть главных виновников торжества. Вот смотришь сколько по телевизору, да, вот правительству, вот какие там вот миллионы, да, вот на лекарства детям. Ну а если бы вот мы простые граждане, вот водители, такси, ну почему бы не помочь просто ребенку, чтобы он жил. Хотя бы надеждой. Просто для надежды. На нескольких машинах они подъезжают к онкологическому диспансеру. Ребятня уже заняла подоконник из дравницы, чтобы поприветствовать долгожданных гостей. Радости больным детям водители такси дарят уже больше пяти лет. Игорь Табачников вспоминает, эти добрые встречи начались после того, как он победил онкологию. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня было по урологии, по мужской части онкология началась. Мне отрезали два органа. У меня было шесть химиотерапий. И когда я вышел из больницы, мы собрались, Люба, я, Ренат, Саша, ну все собрались, короче. И что-то подумали, я говорю, я видел мам, мам тут видел и детей. Ну и мне так, ну по-человечески думаю, надо как-то, не знаю, что-то, как-то хорошее для них что-то сделать. И мы собрались с ребятами, с таксистами. И решили, короче, сюда ездить. С Новым годом! С Новым годом, Егорушка! Здоровья тебе! Водители такси отдали заранее подготовленные подарки сотруднику диспансера, а после поздравляли каждого ребенка в холле лечебницы по видеосвязи. Встречи вживую пока здесь не разрешены. Вам сильно торопился и немного заблудился. Вот теперь вернулся я, здравствуйте, мои друзья. Светочка, ты выздоравливай. Да, всего хорошего тебе, здоровья главное желаю. Здоровья и еще раз здоровья. Подарком, среди которых были набор инструментов, акварельные карандаши, наушники, игрушки, дети были несказанно рады. 17-летний Илья заказал два билета в кино с открытой датой, дав обещание обязательно сходить на сеанс, как только его отпустит болезнь.